Что делать, когда тебе должны близкие люди? Ну, я сейчас говорю, конечно, о деньгах. Вопрос, конечно, прямо на повестку дня. Сейчас сделаем так, чтобы мне не светило солнышко в глаза, и будет нам счастье. Вопрос, конечно, на повестку дня. С вами Наталья Вайксельбамер, психолог, тренер, спикер. И я хочу сразу сказать, что у нас в конце октября начинается, 20-го, если я не ошибаюсь, начинается курс очищения души и тела, это курс онлайн, записывайтесь уже сейчас, группа потихонечку набирается, а 22-го, если опять, если я не ошибаюсь. Но, девчонки, одним словом, в 20-х числах октября онлайн-курс очищения души и тела, мы пойдем на фактический голод, очень щадящая программа, поэтому не волнуйтесь, если вдруг что-то у кого-то там, ох, а что, а можно, если вот активный образ жизни, доведите себе хоть какой образ жизни, какая разница, главное, чтобы вы захотели почистить себя, как свой кишечник, так и свою душу, потому что будут и энергетические практики. А 22-го ноября у нас начинается курс «Законы кармы. Правила исполнения желаний». Одна из моих любимых тем. Давайте к нашему вопросу, все, что касается… Да, 15-го сейчас я буду в Сочи, через пару дней лечу в Сочи, а потом 22-го сентября у нас Киев, поэтому еще все открыто, записывайтесь, данные есть всегда в описании видео. Мой младший брат, вы пишете, на пару лет младше, поступил в университет, попросил меня о финансовой поддержке. Я ему старалась помогать, как могла, в общей сложности помогала ему практически все обучение, хотя сама не зарабатывала много, но знала, что больше помочь некому. Три года назад он закончил университет и сразу нашел работу со средним заработком, который повышается с каждым годом, так что все в порядке. На данный момент времени я нахожусь в стесненных обстоятельствах, и в прошлом году я несколько раз попросила его поддержать меня. Он сказал сначала, что не знает, сможет ли, а потом вообще на какое-то время исчез. Затем я попросила отдать мне те деньги, которые, по его же словам, он занимал у меня во время учебы. На это я получила довольно жесткое нет. После он сказал, что если я пришлю ему счет и сумму, то он, конечно, оплатит, но прекратит полностью наше с ним общение. Шантаж, манипуляция на чувствах родственника. Ну как же, это же мой брат, ну что же я буду себя чувствовать как полная какая-то там, да? Шантаж и манипуляция. Ну, есть и такие люди, причем, я, наверное, сейчас удивлю, может быть, но и таких большинство. На самом деле, люди не любят отдавать деньги. Они любят их брать, но отдавать не любят. Это я уже, то есть, это, поверьте мне, на моем 43-летнем жизненном опыте я это вижу просто сплошь и рядом. Примерную сумму, вы пишете, я, конечно, подсчитала. Это оказалась достаточно крупная сумма для меня. В общем, один день я думаю, что я должна написать ему письмо со счетом и с моими мыслями, а другой день я, наоборот, расслабляюсь и думаю, что это дополнительный стресс для меня на данный момент, зачем он мне нужен, да? Так как, например, мои бабушка и мама меня не поддержат, а скорее наоборот, если я так поступлю. Вы знаете, вам нужно расставить приоритеты, это важно. Вообще, тема денег и родственных связей, это очень такая, знаете, это такой тонкий лед, вот вы либо даете и договариваетесь, когда вам должны вернуть эти деньги, а либо считаете, пиши пропало, это называется. Ну, на моем опыте, я убеждаюсь, это не в первый раз, знаете. Поэтому, вообще, я уже в одном из видео говорила, что да не давайте вы деньги в долг, если вы уже даете, да уже. Другое дело, когда человек говорит, мне надо, я отдам, и вы договариваетесь, что это крупная сумма денег, да, отдай, пожалуйста. Я тебя выручу сейчас, а ты, пожалуйста, выручи тем, что не подведешь меня. Но так это очень редко работает. К сожалению, так это работает очень редко, люди не любят отдавать. Вам нужно расставить приоритеты общения с тем, кто не оценил вашей помощи, и вот так просто раз и слился, а потом начал манипулировать и шантажировать. Хорошо, я отдам тебе твои деньги, но за это я тебя накажу. Вообще зашибись, ребят, просто за мои же деньги меня еще и накажут. Ну, просто вообще песня, понимаете, не жизнь, а просто сказка. Ну, приоритет, либо общение с тем, кто вот так к вам относится, а либо ваши деньги, надо расставлять приоритеты. Смотрите, что вы еще тут пишете. Очень многие люди не отдадают, вот, хорошо, я не буду тогда у него брать деньги, все, я не буду у него просить, и тем самым им кажется, что они наказывают таким поведением своего обидчика. Я его накажу тем, что я-то более порядочно. Или опять, манипуляция только с моей стороны, я его накажу тем, что, хорошо, я не буду брать деньги, но знай, я это помню. Если вы, например, с такой стороны, ну, это опять, если вы способны быть честной по отношению к себе и своим поступкам, то вы сможете рассмотреть, что иногда и с вашей стороны может быть манипуляция, почему я не хочу эти деньги брать взад. Я нехорошо, я не возьму эти деньги, но знай, я знаю, что ты нехороший человек. Такой способ, как бы, наказание такого, да, хотя ему, как южика футболка, наказали, господи, мне же легче. Если вы не хотите отдавать деньги, потому что хотите угодить другим, ну, как же мама, а бабушка, они не просто меня не поддерживают, да даже наоборот, это вообще тоже не вариант, потому что вы для других, знаете, ну, как бы, покладете себя на алтарь жертвенности, и сами себя же потом за это и возненавидите. Вам будет казаться, что вы ненавидите их. На самом деле вы будете ненавидеть себя за то, что вовремя не послали, за то, что вовремя не сказали, да мне по барабану кто что обо мне подумает, это мои кровно заработанные деньги, верни мне их взад. Понимаете, я могу вам сказать одну фразу, она мне больше зашла на английском языке, она звучит так, pay first yourself, заплати сначала себе, вы должны четко понимать, сначала вы должны заплатить себе. Без вот этого, ну, а кто же ему-то поможет? Сначала заплатите себе, чтобы ваша жизнь была достойной, и чтобы у вас было достаточно средств, чтобы не было вот такого потом. Я для него, я сама тогда жила там копейки считала, я ему чуть ли не последнее отдавала, а он, сукин, сын даже не оценил. Это болезненнее воспринимается. То есть, если вы уже сами сыты и в достатке, то вам проще потом смириться или принять человека, который вам сказал, знаешь что, я не буду тебе ничего отдавать, или ладно, окей, я отдам, но за это я тебя накажу, не буду с тобой общаться. Вам проще потом это принимать, если на момент вашей помощи ему вы жили в достатке. Если вы сами хрен с солью доедали, только ему там, что там еще, понимаете, тогда вам тяжело, потому что вы чувствуете себя, ну, просто как будто вас взяли как жвачку, пожевали и сплюнули, понимаете. Вот здесь надо четко понимать. Pay first yourself, заплати сначала себе, это важно. Сначала вы должны позаботиться о себе. Сколько раз говорила, в самолете всегда говорят, при каких-то экстренных случаях, когда вам на голову падает эта маска, вы не знаете, что с ней делать, но сначала вы должны одеть ее на себя. Не оденете на себя, загубите себя, загубите и ребенка, поэтому сначала надо позаботиться о себе, понимаете. А здесь уж, а вообще по-хорошему, сумма, которую он вам должен, срок, до которого он должен это отдать, и без сожаления, что ох, а что он обо мне подумает, а как мне скажет мама, если вам эти деньги действительно сейчас спасают вашу ситуацию. Если вы говорите, да хрен с ним, тогда, по крайней мере, не буду никакие деньги просить, тогда, по крайней мере, сделайте выводы и перестаньте так тесно и близко впускать в свою жизнь, в свою душу, в свое сердце, в свой дом людей, которые не способны оценить то, что вы когда-то для них сделали. Это надо понимать. Ну, то есть, понимаете, здесь есть два варианта. Вот вы мне пишите, я вам буду очень признательна, если у вас есть хоть какие-то мысли по поводу моей истории, поделитесь своими мыслями. Делюсь. Вы либо прощаете этот долг, но делаете свои выводы и говорите, парень, ты не из моей бригады. Все. Либо вы говорите, вот цифра, вот сроки, будь добр, верни, заплати, отдай. Не будешь со мной общаться? Да бога ради. Понимаете, главное, надо расставить приоритеты, либо так, либо так. Кто-то сейчас может сказать, конечно, приоритет пойдет в сторону родственника, ведь деньги это, знаете, заработаем, а родственники, а при чем здесь родственники? Это парень, который непорядочно себя ведет. Это парень, который не смог оценить. Это парень, который помощь себе брала, когда тебе нужна была помощь, он тебе ее назад не вернул. Поэтому здесь вообще речь не идет о том, что, ну не все же о деньгах, ведь должны же быть человеческие отношения. Вот. Человеческие-то отношения должны быть не только с вашей стороны. Они же должны быть еще и с его стороны, и со стороны того парня. Поэтому я за человеческие отношения, которые в приоритете перед деньгами. Но эти человеческие отношения должны быть с обеих сторон, понимаете? Поэтому если вы когда-то по-человечески отнеслись к нему, а он теперь как-то странно относится к вам, что с человечностью я назвать слабо могу, понимаете? Сплошная манипуляция какая-то. Я бы тогда, я лично тогда бы расставила приоритет в сторону денег, потому что от человечности вот этих вот отношений по-любому уже нет. Хорошо, раз нет, терять нечего, понимаете? Ну было бы что терять, терять-то нечего. Поэтому тогда верни деньги, да? Потому что, а здесь есть чего терять, потому что они мне нужны сейчас, спасают мою ситуацию. А отношения с тобой у нас по-любому, как ты видишь, я-то складывала со своей стороны, только ты со своей стороны не сложил их. Поэтому это мое мнение на этот счет. Подписывайтесь на канал. Возможно, это видео будет полезно кому-нибудь еще. И 22 сентября у нас в Киеве тренинг, а 15 сентября в Сочи с вами Наталья Вайкс, Льбаумер, психолог, тренер, спикер.